Продолжаем выпуск. 13 человек, в том числе ребенок, отравились донерами в Караганды. Все они покупали их в одном из популярных кафе в центре города и попали в инфекционную больницу с кишечной инфекцией. Покупая еду на улице, как быть уверенным, что вас не отравят, выясняла Людмила Батюшкина. Александр попросил не показывать его лицо. Рассказал, что через три часа после того, как поел донер с курицей, буквально свалился на улице. Прохожие вызвали скорую. В тот момент вся жизнь перед голодами пролетела. Было очень плохо, не мог даже отвечать на звонки, не мог встать. Изнебожение полное было. Здесь лежит моя сестра и вот, например, тоже девушка с нашей палаты, тоже она отравилась донерами. Но у нее совсем хуже было, ее позже привезли, у нее там и безвоживание было. В областную инфекционную больницу попали 13 человек, в том числе 10-летний ребенок, но, возможно, пострадавших больше. Симптомы у всех одинаковые. Рассказывают, что купили донеры с курицей в популярном кафе в центре города. Сейчас оно закрыто. Сейчас пострадавшие чувствуют себя удовлетворительно. Так как этот случай считается групповым, в соответствии с нашими нормативно-правовыми актами, мы уведомили соответствующие органы. Санэпидемиологи взяли смывы в кафе и дома у пострадавших. Супруга одного из отравившихся возмущается таким решением. Настает, что дома отравился. Хотя не он один отравился в этом кафе. Не знаю, мне это не нравится. Проверка показала, что санитарно-эпидемиологического заключения у кафе нет. Покупая донеры, потребители никак не могут себя защитить. Сертификаты качества выдаются только на сырье. На готовую продукцию, производимую в кафе, их не бывает. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.